здравствуйте на канале it on tv программа разбор полетов сегодня веду я михаил горин со мной в студии политолог александр цинкер здравствуйте и журналист марк горин говорит мы будем о делах парламентских кнести у нас принимаются законы или пытаются принимать законы порой не все они проходят вот о двух из них мы поговорим о двух законопроектах один из законопроектов который я хотел бы чтобы мы обсудили уже в общем-то провален точнее их было три ну на одну тему три разных депутатов все это позиции подавали законопроект с разными трактовками но суть его была одна предлагалось ограничить срок пребывания на посту главы правительства двумя каденциями ну как легко было предположить законопроект был отвергнут потому что давали еще как легко предположить представитель оппозиции оппозиция да представила миров михаэль это сионистский лагерь подавал ахмед типи это объединенный арабский список и карина инхалар это партия еш-атит все они были провалены приблизительно с одним и тем же результатом который соответствует примерному количеству голосов в коалиции и в оппозиции но я честно говоря удивился было чтобы полный зал был на этих законопроектах да вы знаете почему вот я могу привести вам статистику по законопроекту михаэль и 55 депутатов против 48 за 58 против 49 за то есть практически списочный состав по предложению эль-харар 51 против 49 так что все пришли отстаивать интересы главы правительства не конкретно бенемина тиньягу естественно гипотетического по этому поводу как раз вот давайте мы говорим в принципе да лично вот в принципе саша как гипотетический как бывший депутат кнессета и гипотетический будущее ну мало вот сидя в этом зале ты бы проголосовал за или против я бы не голосовал это вообще воздержался нет нет я бы голосовал бы против почему почему когда в некоторых странах ограничивают каденции президента на выборах президента там все понятно есть конкретная личность он сидел раз он сидел два сейчас мы голосуем за него например третий раз и по закону президент сидел в коннотации применительно к израилу ну да значит был во главе до государства было как говорится гегемоном в данной ситуации это одно другое дело у нас парламентская республика мы голосуем кнессете за партии да и если какая-то партия победила потом лидер этой партии ну как правило он пытается создать в общем-то калицию если у него получается эту калицию создать он начинает он становится премьер-министром то есть мы не прямую выбираем премьер-министра а раз у нас нет ограничений например что лидер партии должен меняться после двух каденций вот когда мы примем закон что и лидер партии не может быть больше двух каденций тогда как бы остальное будет автоматом он естественно не сможет быть и премьер-министром третий раз но поскольку у нас прямого голосования за за премьер-министра нет поэтому я считаю что такой законный и не должен быть марк пожалуйста в принципе я согласен потому что партии по своим уставам автономны и принять государственный закон о том чтобы лидер партии не был больше двух каденций это было бы странно в отряду прецедентов не знаю ну теоретически возможно но это было бы странно с точки зрения логики права и поэтому это проблема парламентских республик в принципе один человек на этом посту больше двух сроков это пух ну смотрите коллеги понимать чем дело извините перебиваю вот мы все понимаем как говорится с точки зрения формы я готов с вами согласиться да вроде бы ну вроде бы все логично действительно вот у нашей партии избирают они напрямую президента или при главу правительства то есть был один случай у нас когда избирали шара да но быстренько от этой идеи отказались вроде бы все логично но по результату получается что вот допустим сегодняшний глава правительства бенимин ты ньягу на законных основаниях все правильно уже сколько без малого 20 лет находится у власти чек он еще не очень пожилой по сегодняшним меркам дай бог ему здоровья и дальше может продолжать ну получается извини получается есть проблемы значит что получается и в самом ликуде значит нету другого кандидата который бы вот так как ты говоришь что же у нас там лидер партии не меняется а молодое новое поколение они не могут поменять с одной стороны с другой стороны значит нету лидера и партии какой-то мощной которая могла бы прийти на замену смотрите как делаются партии ну три таких будем говорить системы идеология структура и личность да если кстати ликуд не партия личности данной ситуации в общем то она определенной структуры тоже идеология у ликуда такая последнее время не очень понятная но есть партия например помните томи лампит партия шиной было если бы томи лапид да и либерман мне кажется если пусть он будет еще долго руководителем этой партии если хочешь но если лидером эти не будет я думаю эта партия в следующую кадр на выборах не пройдет знаете вот это есть такие лидеры и если какая-то партия более мощная как ликуд который выигрывает то она с этим лидером все время идет понятно я прервал марка я хочу дать ему возможность сказать продолжив еще только один вопросом а собственно говоря даже при всей правильности той логической цепочки которую выставили что вот да сегодня так то и так 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 все равно а почему собственно границать если все согласны с тем что не должен один и тот же человек находиться на таком посту больше двух сроков почему это все равно не может быть принято да пожалуйста мы не учитываем одну достаточно серьезную вещь в мире принято считает может быть мир ошибается но так принято считает цивилизованном мире что парламент парламентские республики это более высокий уровень развития парламентаризма чем президентские чем президентские ну это более так сказать социально продвинутые более так сказать более развитый так сказать подход так вот это проблема культуры общества предполагается что общество уровень культуры общества таков что оно само видит люди видят что плохо и они соответственно голосуют по-другому меняются времена меняются подходы к экономике люди просто устраивают физически от одного и того же лица на экране телевизора и люди меняют уровень развития культуры нашего общества на мой взгляд еще до такого качества парламентаризма просто не дошел поэтому мы живя в условиях парламентской республики фактически предлагают тот уровень культуры который предполагает президентскую а то нам нужно еще нам еще нужны запреты мы еще не повзрослели настолько что мы всяких запретов меняем сами по себе нам еще нужны запреты а поэтому хорошо будем ждать второй законопроект о котором хотели хотелось бы успеть поговорить этот законопроект исходит от роберта депутата от партии он же по моему возглавляет парламентскую фракцию этой партии да значит суть его законопроекта заключается в том чтобы наказывать тех кто использует флаги враждебных израиль государств флаги символик символику враждебных государств и организации израилю притом предлагает он наказывается это дело до пяти лет тюрьмы или штрафом и или штрафом на сумму двести двадцать шесть тысяч шекелей меня все в таких случаях интересует как исходя из чего почитано может быть может быть может быть может быть может быть ну тогда курс должен колебаться курс же у нас все время колеблется будет на момент принятия закон господа скажите пожалуйста а вот как вы относитесь к этому предложению можно я значит ну во первых он какой-то такой сырован во первых так скажу когда в израиле размахивают флагами хизбаллы я отношусь к этому отрицательно говорю сразу хизбалла иран и так далее но я хотела другую вещь сказать по поводу израильского флага меня больше всего например вот если бы я был бы опять как вы говорите будущим депутатом я больше бы занялся другим делом когда я вижу что наши религиозные евреи определенные например те же натуры и карта да сжигают израильский флаг каждый раз и им за это ничего у меня сразу возникает вопрос а почему не с них начать почему как бы вот давайте патриотизмом займемся а не отношением вот как идет со стороны что тоже плохо поэтому вот с этими всеми символами государственности надо разбираться вот комплексно и по поводу наших и по поводу чужих враждебных меня еще раз говорю больше всего волнует вот именно вопрос когда я вижу когда евреи сжигают израильский флаг вот почему их не наказывать я не могу понять марк вопрос тебе в законопроекте в том числе тех сообщениях которые о нем были говорится что это говорили об использовании враждебных израилю государств и организаций я честно говоря не нашел такого перечня утвержденного кнессы там или кем-то минюстом вот что вот это вот вот эти 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 государства у нас есть государства которые мы находимся в состоянии войны это понятно перечня враждебных израилю организаций но я честно каждаю есть список тиреористических да он понимает с чем я говорю вот размыт нет ли ощущения некой размытости вот допустим например наше религиозное общение она считает враждебно лгбтс сообщества или какую-то другую организацию есть правая организация которые считают враждебными какие-то левые организации в европе а есть левые организации зраиль которые считают свои враждебными правые организации на Западе. Вот некая вот такая вот аморфность, она не может внести неясность в использование этого закона, если он будет принят? Значит, прежде чем ответить на твой вопрос, первое, значит, той оценкой по поводу изгальского флага, я с Сашей Павловичем согласен, даже не буду повторяться, по поводу закона Иватова, я его в целом, в принципе, поддерживаю полностью, на мой взгляд, размахивание флагами вражеских государств, Хизбаллы, Хамаса, безусловно, является преступлением, в своей точке, и должно караться в уголовном порядке, даже обсуждать тут нечего. Ну, и ты прав, на мой взгляд, в своих, как бы, ну, сомнениях, опасениях, потому что для того, чтобы, тем более в уголовном порядке, так сказать, привлекать к уголовной ответственности, нужно четко обозначить, кого мы считаем врозебными государствами и, может быть, организациями, Хизбаллы, это организация. Ну, это же вопрос терминологии, но... Это вопрос терминологии, то есть должен быть список, если какую-то организацию мы вычеркнули, потому что она стала, скажем, из боевиков, стала парламентской, как, я не хочу касаться наших соседей, скажем, кирвадцы в свое время стали из боевой, или там эти каталонцы из боевой, парламентской, ну, значит, ее вычеркнули из списка, она перестала быть там, вот, то есть должен четкий и ясный список, то есть закон, я так понимаю, он только подан, он еще даже не прошел в предварительном чтении. Законопроект, это еще не закон. Тем более законопроект, да, вот, я думаю, может быть, Саша лучше знает парламентскую чисто эту работу в этом смысле. Он еще будет дорабатываться и не разу, я обсуждаться в комиссиях, и какие-то нюансы, так сказать, его недостаточной выстроенности на момент, так сказать, инициации, вот, они выходят в работу, как это обычная, а тут не надо говорить, ой, нет, он плохой. Нет, это обычная работа, закон улучшается, его качество улучшается, с каждым днем работы над ним, и даже после принятия он улучшается, приходят поправки и так далее. Более того, извините, Марик, есть же еще и юридическая экспертиза законопроектов. Просто они его, если вот такой размыто, они его просто не пропустят. Судя по тому, сколько законов, уже принятых и утвержденных, возвращает потом богатство, то с юридической экспертизой законопроектов у нас... Значит, юристы богатство более жесткие. У нас не все порой предусмотрено. Нет, у нас не в этом, я прошу прощения, у нас дело не в этом. Дело в том, что отсутствие конституционного суда, роль которого выполняет богатство, оно вносит некую дополнительную сложность во взаимоотношение между конституционным судом и юридической экспертизой, естественную в других странах, там есть конституционный суд, конституция и так далее. Это у нас... Это отдельная тема, это отдельная тема. Но это усвожденная ситуация у нас, отсюда, так сказать, некоторые не согласны. Может быть. Еще раз говорю, это отдельная тема, сейчас не хочу в нее... Да-да-да, в нее не надо. Коллеги, большое спасибо за это обсуждение. На этом все. Напомню, что со мной в студии были политолог Александр Цинкер и журналист Марк Горин. До свидания. Спасибо. 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 Продолжение следует...